Как вы положите в комментариях, что давайте, ребят, мы сейчас посмотрим с вами вот этот матч и пообщаемся с вами вот прям капитально, прям вот во время клоузика после этого матча. У нас остался один матч, и после этого будет клоуз. Никуда не уходите. Качество это не 1080, это 720 с 60 фпс. Я из Москвы. Ладно, давайте я отключаюсь, и мы начинаем смотреть этот матч. Я, как всегда, включусь на третьем-четвертом бане, на третьем-четвертом пике, где-то так, и мы будем с вами смотреть. Не забывайте, в моей группе будет розыгрыш обязательно, в группе Вейка обязательно следите за ней. Тоже много чего интересного будет, вы там тоже можете стать таким же комментатором, как я, почему нет? Кто вам запрещает? И, соответственно, после этого матча будет клоузик. Может быть два, может быть три. Ну, сколько меня хватит уже. Ну, и сколько вас будет, соответственно. Так что, пока никуда не уходите, мы скоро начнем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И это не как тут сзади меня, это какой-то фикус. Черт его знает. Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 10 секунд to go Radiance Band DimaTorzok 10 секунд to go 5 секунд to go Reserve time DimaTorzok 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 Комплексити гейминг против Boreal Esports. Так, Мадеры, счет какой? 1-0, ребят, в пользу коллов. Матч в рамках Best of 2 серии. Такс. Давайте быстренько посмотрим, что у нас по пикам по банам. Меня просили делать аналитику, поэтому давайте вам немножко поанализируем. Комплексити гейминг у нас убрали Тускара. Опять-таки не знаю, почему против Boreal его убирают, вообще без понятия. Queen of Pain, Феникса и Фантом Уанцера. Взяли с себя они Андайинга, Геррокоптера и Баунти Хантера. И, соответственно, будет у них сейчас четвертый пик. Boreal Esports. Убрали Ио, Чена, Дазла и Фуриона. И взяли с себя лишь Рока, Лину и думают над третьим пиком. Якс. Будешь ли ты комментировать более известные матчи, типа Secret, IG, WG? Ребят, если меня куда-то позовут, я с большим удовольствием. Но монополия, она такая монополия, что дороги молодым нет. И меня никто не знает. И вряд ли меня кто-то куда-то позовет. Я не ел фикус, ребята, честно. Так, ладно, все. Так, Двин Дрэнджер с себя добирают, Boreal Esports. Кстати, теперь, смотрите, мы видим у Complexity Gaming уже пик с явной заявкой на лейт-потенциал в виде Геррокоптера, Undying, Баунти Хантера. Они все достаточно сильны в лейте. А у Boreal мы, в принципе, пока что видим пуш и ранние нюки. Якс. И, соответственно, теперь четвертый пик для Boreal Esports. Да не ел я фикус ваш, успокойтесь. Четвертый пик для Boreal Esports. Возможно, это будет, кстати, сейчас... Нет, Дрэнджеры, это вряд ли будет. Им нужны теперь суппорты, потому что Виндрэнджер. Офлейн, Лина, Суппорт или Шракмид. Вот так, скорее всего, выглядит этот пик. Соответственно, не хватает еще одного суппорта и кэри. Я, ребята, комментирую вам пики. Я же сказал прямо в самом начале, что я врываюсь обычно с третьих-четвертых пиков. С третьих-четвертых пиков. Чтобы было уже что анализировать и что обсуждать. Кто выиграет? Опять-таки, очень тяжело сказать, кто... Смотря кто, отдаст преимущество на ранней стадии. Но, посмотрев предыдущую игру Boreal Esports, я скажу, что здесь выиграют Complexity. Как его допустили комментировать? Ну, приди, выгони меня, что я тебе могу сказать. Тайне себе добирают. Чудно, чудно. Очень лютая заявка сейчас была сделана на лейт потенциал. И теперь бы я посомневался в том, что Boreal проиграют. Но, судя по прошлой, опять-таки, игре, они сильно криворукие. Поэтому не знаю. Ну, а что тебе не нравится, Сди? Придумай мне другое, Сивадок. Нет, как ты там? Сивадг. Такс. Что, соответственно, не хватает у нас сейчас Complexity? Пугна, Суппорт, Герокоптер, Кэри, Баунти Хантер. Нет, тут достаточно. Сейчас будет интересно. Я Шекер убираю, кстати, в комплексе с Катом Баном. Тут непонятно. Ну, Пугна, понятно, Суппорт. Возможно, Хантер, Роам, Суппорт, Андайен, Куфлен, Герокоптер, Кэри. И, соответственно, тогда не хватает Мидера. 10 секунд до сих пор. Такс. И, соответственно, Борио, давайте посмотрим, что у нас имеется. Ну, тоже не хватает какого-то Суппорта, но Суппорт должен быть достаточно толстым. Возможно, Виндренджер и Глина будут Суппортами, но это маловероятно. Очень маловероятно. И Биста убирают... Ребята из Борио Еспорт. Вебку, ребят, будет на Коде. Спонсорство от Твитча будет, как только будет много просмотров и много подписчиков. Я анализирую пики, ребят. Просто такое. Все-таки я стараюсь учесть ваши пожелания в чате. Кипер О'Делайт доходит последним пиком для комплекстии гейминг. И что-то я вообще запутался в пиках. Возможно, эта пугна будет Соло Мид. БХ Суппорт с Котлом. Андайн Коффлейн. И Герокоптер, соответственно, Кэрри. ММР 3.800 у меня. Орел Еспортс должны выбрать своего последнего героя. У них на это есть меньше 10 секунд. Я могу, кстати, посадить Фикус анализировать, ребят, матч. Ребята, я пойду проржусь. Наберите меня. Это Текис. Вместе с Тинни. Воу-воу-воу. Полегче. Будьте полегче. Посмотрим, посмотрим, как они смогут его реализовать. Откомментировал, ребят, я уже много. Я не знаю, сколько конкретно. Было много работы. Итак, давайте смотреть. От Борио у нас будет Джеппинс на Миньоре. ПК на... Я хотел ПК. ПК на Лине. КВХ на Лешироке. Иконе. Лав Диди на Виндрэнджер. И... Отец Спицы на Тине. Здесь мы видим ИЗ на Герокоптере. Флай на Кипер О'Эллайте. Сим для Мелонс на Пугне. Зефрик на Баунти Хантере. И, наконец, Миндр на Undying. Как попасть к нам с Тукастером, подать заявку на Вейк. Unplayable Lark. Оу. Сколько пинги, простите. Ну, такое. Пирокоптер решил отключиться. Возможно, пошел перезапускать интернет. Да мне не впаду поотвечать на гневные. Потому что критика тоже должна присутствовать обязательно. Так что нет, мне не впаду. Я же не злой. Я просто могу иногда разозлиться и забанить всех. Но это такое. Я же не злой. На Клосс можно, ребят, попасть. Клосс будет после этой игры. После этой игры. Сейчас я даже напишу. Хорошо умеет ли играть? Это, я так понимаю, все-таки вопрос был отрисован мне, а не Вейку. Нужно ли хорошо уметь играть? Не знаю, Вилад же тоже, по-моему, у него там почти 4 что ли только ММРа. Я точно не помню, но не у всех комментаторов высокий ММР. Ребят, это никак не влияет на умение анализировать. Сейчас взорвался при виде минера. Вот эти, вот сейчас доходит информация, что лепреконы выиграли 2-0. Первую катку взяли Ковы, ребят. Ну, пока у нас пауза, давайте, давайте, задавайте вопросики, будем отвечать. Вейгрунт комментировал. Нет, я намного больше комментировал. Я какое-то время даже комментировал. Титан против там кого-то в китайских дивизионах. Но это было больше года назад. Павиатура SteelSeries... Кобыл, как она называется? Короче, SteelSeries. Продолжаем мы смотреть, наконец-таки, матч. Знаете, это еще вот сюда нужно сейчас срочно звук этого... Как его звать-то? Крипера из... Из Майнкрафта. Вот этому минеру придел такой... Ну, что поделать. Некоторые считают, что они самые умные, так что, почему нет, я на таких не обижаюсь. Тут, тем временем, Баунти Хантер преследует КВХ. Тут начинает его сразу убивать. Угнают. Замедвение же идет, там, лоу, там, он будет вином. И это, скорее всего, минус КВХ. Прожирает себе деревца. Пытается убежать КВХ. КВХ ферст бассер достает у нас Майндеру. Нет, шкуры у меня нет, ребят. Ну, такое, не знаю. Давно уже. Ограничений по возрасту нет, ребят. Главное, чтобы у вас был хороший голос и компьютер. Здесь Баунти Хантер сразу же пошел руамить. Скорее всего, будет сейчас пытаться срезать вот эту вот... Замечательную Куру. У Пиндрейнджера. Кстати, я не угадал, все-таки, с расстановками по лайнам. Пишет, что в Дота ТВ микрофон шумит. Знаете, сейчас я быстренько, ребят, поправлю. Прям вот, вы даже не успеете ничего заметить. Быстренько поправлю. Сделаю микрофон чуть-чуть просто потише. Вот так. Так должно стать теперь полегче, Дота ТВ. Все. Прям все-все-все-все-все. Я уже, я уже, я уже, я уже. Все-все-все-все, не надо. Не ругайтесь. Здесь у нас, получается, в противостоянии в миде пугна против ИР-ки. Ну, я в миде предсказывал. Здесь у нас трипл сложная тайне ПКу-минер против Зиса и Флая. А здесь у нас дабл-линия в боте. Фрик вместе с Муминдером против КВХ. Я ни на кого не ставил. Как попасть на коз, ребят? Зайти в группу Вейк ТВ и Бред ТВ. Там следить за информацией. Так. Там у нас вот в топе сейчас начинается какая-то интересная заруба. Потому что Лина, как вы видите, встала на мины. Если вы понимаете, что это значит. То сейчас придет Тинни и кого-нибудь закинет. Могут Лину найти. Тину могут найти. Она специально байтит, она байтит. Бум. Паунти Хантер. Билл. Срока в боте. Клоу. Да, запретили нас Кока-Кола, но у меня есть 18, поэтому я ее буду пить. Мне нисколько не платят, ребят. Я уже устал отвечать на этот вопрос. Так, давайте все-таки ближе к игре. Тут Баунти Хантер пошел пытаться найти Куру. Но пока он ее не находит. Здесь у нас тем временем начинается атака на пугну. Пугные проблемы. Попадает по ней станом Лина. Пауэршотик нужен. Пауэршотик. Пауэршотик заряжается. Не попадает по пугне. Пугна спасается. Какой есть, ребят, у меня голос? Ничего с этим не могу уже поделать. Он у меня сломался, сформировался. Плюс еще немножко у нас заложен. Тут Баунти Хантер начинает затыкивать Виндренджера, а Виндренджер маны нету. Лол. Неужели это враг? Нет. Вовремя успевает Лина. Просто спасает сейчас своего тиммейта. Каким-то невероятным образом. Хикс. Сандайн пошел ловить вражеские пулы крипов. Тут Миньор пытается забайтить на мины. Получится ли у него чего? Вроде пока не получается. Но эта старота с Миньором пока что себя никоим образом не оправдывает. Ой. Хикс. Здесь у нас тем временем противостояние Undyne практически широка. Слово на слово получается. Но Undyne уже пятый уровень. Больше широка четвертый всего лишь пока что. Ну пока ничего у нас на карте не происходит. Идет просто простая форма дота. Давайте пока анализировать, что у нас может произойти в данной игре. Если сейчас вот этот вот комбайт Миньор против Скини смогут что-то придумать в плане мины, кого-то куда-то закинуть. Это будет просто нереально. И тогда это естественно будет изикатка. Порил, судя по прошлой игре, так не смогут сделать. Если честно, я в них нисколько не верю. В те времена Мандайн начинает затыкивать их широкам. И поэтому я думаю, что в данной игре победят колы. Скини отпевается с пласки. И у колов мне в принципе нравится пик больше. У них, ну не то чтобы больше лейт потенциала, но как-то выглядит он на мой взгляд поприятнее, что ли. Более актуально для этого пик, для этой меты. Для этого патча. Так, здесь у нас тем временем приходит Баунти Хантер в бот, но также здесь у нас и Лина. Они уже что-то могут вместе и придумать. Приширокам. По-моему сейчас видели, что Баунти Хантер здесь. Или нет. Баунти Хантер 100% видит Лину. Дает информацию об этом Undying. Undying Decay. Там бы не будет еще 10 секунд, но им просто по барабану не берут и заходят. Хорошо, раздержаешься от стана. У Лины Лину заставили потратить ману и стан. Декс. ВР-ка пока что просто фармит против Пугны. Ну, ВР-ки чуть-чуть похуже скрипстатом в сравнении с Пугной. Мне все-таки интересно, что вот этот товарищ планирует делать по ходу игры. Ну, просто реально, я не могу пока придумать ему адекватное применение. То есть вот здесь вот байт с минами не удался. Все. Здесь байт с минами не удался. Тоже все. И что он сейчас будет придумывать стараться, я не знаю. У него еще, в принципе, есть суицид. Там всего лишь 650 урона. Это убьет только суппортов. Задувает кота, как неприятно. Упугнув бутылки хаста, с хастой можно что-то и придумать. Например, можно было добежать до Лины. Но не стал этого делать, поэтому просто попытается, скорее всего, убить Виндренджер. А у Виндренджера у нас есть регенерация, кстати. Если она спасется, то она никуда даже на базу не пойдет. Кондайн, кондайн. Монотап уже имеет. Возможно, сейчас будет дособирать себе вангвард. Пытается его харасить молниями или шрак. Или шрак пятый уровень. Станчиком попадает. Ну, а дальше ничего не сделаешь. Здесь, возможно, сейчас будет атака на Виндренджер. КД Виндран, кстати. Опа, атака на Виндренджер. Только сейчас появляется Виндран, начинает убегать. Тюрикен, начинает высасывать ХП, прерывает это все Виндренджер. Но тут взрыв, все, давай. Убили здесь Виндренджер в миде. 3-0 становится счет в пользу колл. Как я и говорил, пока что Бориал не могут реализовать свой пик. Станчики, хорошо, взорвался минер. Убили. Все-таки гирокоптера. Но это сделал не Текис. Одну секунду. Простите, мне надо было прокашляться. Там даблкил уже совершает Undying, пока я прокашливался. Это минус лишь Рак и Лина. Мины. Мины хорошо ставят. Надо здесь минер. Возможно, сейчас затыкает Undying. Хорошо выхиливается Undying. Можно еще датыкать минер. А триблкил Undying. И просто отсюда ДП out. Вот здесь поставил Свард от Баунти Хантера. Попытается кого-то срезать, если тот будет отступать. Угна. Приходит мид, будет пушить пока что мид. Худ себе покупает зомби. Да, летит НТП уже Лиширак. Возможно, попытается поднапрять сейчас Пугну. Но это все такое. Просто Вышку сейчас попробует заденаясь. Скорее всего, она, по-моему, не Deniable сейчас. Здесь Баунти Хантер чего-то ждет. Возможно, Курьера. Курьер уже Грейженый у нас. Сейчас звук, ребят, сделаю погромче с доты. Пожалуйста. Сделал. Такс. Продолжаем смотреть эту катку. Баунти Хантер. Ну, стоит он здесь, конечно, но он здесь пока ничего не может сделать. Здесь продолжает стоять этот дабла Тинни Миньор. Который, опять-таки, пока что ничего не делает. Да, они, конечно, классно убили один раз Гира, но это все-таки... Но это такое, опять-таки. Гира на эту одну смерть... Ну, им она не страшна. Фолдаун. Ну, по-моему, это просто колдаун, ну, на фарм Крипов. Из Баунти Хантер ВР-ку находит. Хорошо. Сюрикен пока что только в двойку. То ВР-ку он вряд ли убьет. ВР-к сама сейчас его еще и затыкает. Там на колдауне пока что инвиз. Здесь у нас шестой уровень Уля Ширака. Надо сейчас доводить вышку до Денайбл состояния и заденайть ее. Но на все еще не Денайбл. Баунти Хантер пошел пока фармить леса. Три уже Сюрикентос. Ну, пока больше ничего не происходит. Минер практически пятый уровень. Три, наверное, возьмет цветы. Тут Зомби пошел в атаку. Еще один ставит тамбу. Зомби цвет минер, да. Ожидаемо. ВР-ка покупает себе фейзы. Ширак. Знает куда-то отступать в сторону базы. У него мало маны. Лагает. Что-то два за РПГ. Даже, по-моему, сейчас у меня начало лагать, если честно. 155 пик меняю. Лоу. ВДОС. Здрасте. Хорошо. Теперь я. Так. Мне говорят, что у меня проблемы там с ДТВ какие-то с микрофоном. Но я не знаю, в чем дело, ребят. Простите. Я не говорю в Доте через АПК. Так. Здесь попытка убить Куру от ВР-ки. Но и она не увлечалась успехом. И ВР-ка наказана за свою наглость. И жадность. Пыталась убить Курьера. Ничего не получилось. Тем временем тут затыкивают у нас Андайн. Андайн еще на развороте сейчас всем наваляет. И смотрите, Андайн пока живет. Он еще может попытаться что-то сделать. Байтит как можно дольше. Но все-таки умирает и отдает 151 золота Кине. Так. Пугна забирает у нас все-таки вышку в миде. Дабл дэмэджем. Ластами. Все. Если Шрак тем временем пушит. Хороший стан по таймингу. Молнии. Ультимейт. И Пугна да выпендривалась. Все. Грамотно реализованный или Шрак? Крофл пишет. Наша Пугна. Стан подкинул. Стер его в секунду просто Баунти Хантера. У меня даже его немножко жаль. Не нравится тебе этот бред? Не слушай. Я отвечаю. Здесь минер с транквилами пока что. Ему бы слоу ринг было бы неплохо, кстати. Блиндаггер появился у Тини. Овненько уже, кстати. Уже сделан один фрак с него. Я что-то не обратил внимания. И сейчас они могут попытаться с ВРК кого-то убить. Вот Порио начали огрызаться. Очень даже интересно. Котл задувает. Сейчас должен прыгать на него просто Тини. И Погоня за котлом. Нет, не стали его догонять. Котл начал себе собирать агоним. Тут прилетает у нас Лина. Лину, по-моему, сейчас втроем и убьют. Погоня пытается убежать. Хорошо привязывает. Почему-то не пошел до конца Тини. Могут пытаться. И Погоня просто-напросто вылетает. Ну, бывает, бывает. Фикс. Мы пока ждем. Можно пока поздавать мне вопросы какие-нибудь. Такого плана. Кстати, себе в группу репостнуть. Фейком. Я вот это комментирую. Пока читаю чатик. Все равно делать больше нечего. Можно глянуть быстренько на Творсы. 5000 по галде уколов. И чуть меньше 5000 по XP уколов. Соответственно. Так. Ваши ставки, господа, убьют Погну или нет? Жду ваших ответов в чате. И сразу еще тоже ставочкам. Убьют здесь Лину. Жду ваших ответов. Рейдинг. Погна живет. Начинает высасывать ХП. Какие безумные размены с Виндрейнджер. И здесь умирает Линах в боте. Так. Типаут Коттл. Пойдет дефать. Мит. Да, ПТ Лешему обращает мое внимание. Такое себе, конечно, занятие. Начинает этот самый Леший пушить Мит. Хорошо его задувает. Герокоптер забирает. Тем временем Т1 вышку в боте. Так. 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 Жирает Тинни Герокоптер у нас здесь. Опять я пропустил этот момент. Ну, уж больно мы у нее носим наш Тинни. Если вы понимаете, о чем я. Тут, кстати, сейчас вам нужно будет ганг на самого Тинни. Он дает сюда подходит. У него есть уже Пайп. И они будут гангать вместе с Баунти Хантером. Или нет. Или передумают. Баунти Хантер пошел на разведку. Баунти Хантер и закончился сразу же сюда Блинг Даггер. Вот это ошибка. Может быть, вылетел. Тинни. Там, походу, Дикий Дедов на колу. Так. Ну, чем пока можно еще на карте? Смотри, здесь идти. Виталити Бустер у нас кому? Угнет. У нас себе собирает Стоу Бустер. Это будет Батстоун. Девушки у меня нет, ребят. Такс. Опять-таки немножко прокашлялся. Да, я официальный стример Вейк. Вроде как был. Не знаю. Пугну убьют. Лину нет. Лину нет, пугну да. Почти три года играю. Изи, где мои деньги. Я никому денег не обещал, ребятки. Сорян. Можно по коричку. Отвечаю на вопрос в личку, ребят. Может тоже мне кто-то что-нибудь написать. И дурат вам ответить. Так, все. Вроде бы личку разгреб. Тут у нас пока нет ондайна. Тут у нас задолбали, да. Комментатор рак какой-то. И тебя добра, танго-манго. 111. Вообще, по идее, должны вернуть вам шмотки за игру клеверов. Но я не был бы сейчас уверен. Продолжается у нас играм. Тай не возобновляет. Что-то они тут все дружно посмеялись. Так. Ну, давайте смотреть, что у нас дальше будет сейчас происходить. Ондайнг будет контролить руну в боте сейчас. Но здесь ему помешают ВР. Оп. А подкинуть? А что-нибудь такого плана? Верка начинает фокус фаер. Там регенерация. Забирает все себя ондайнг. Верка продолжает настреливать под виндраном. Тинни, алло, ты что-то закусывал-то? А, у него маны уже нету. Холдаун. Умирает все-таки здесь ВРка. Гирокоптер начинает расстрелять КВХ. КВХ тоже умрет. И все это под треком, кстати. Хорошо, обратите ваше внимание. Дабл-кил зомби. Так. Тинни попытался накинуть камни. Ничего не получается. ТП-аут. А сбить сюрикен. Хорошо. Ну и все. И привет, Тинни. Вот они, вот они, Бори Алайраки. То есть, колы там под слайдшоу играют. Но, тем не менее, все равно мудряются выдавать такие невероятные файты. Вон от ворс. Вон от ворс. Главное вопрос. Пожалуйста. Рокоптер тут начал такать себе иншантов, судя по всему. Солринг покупает себе пугна. И урну себе приобретает баунти-хантер. Вори Алту Твин. Я бы осворил это подтверждение. Пока что. Рокоптер должен сейчас идти регенит. У него очень мало хп. Я слышу, где-то котл дует в лесах, судя по всему. Да, котл себе стакает, фармит. Лесных хрипов. Там уже пошли больше части оскорбления в чате. Поэтому я чат перестаю пока что читать. Сюрикен нам достает здесь баунти-хантер долины. Но воскакивающий сюрикен, конечно. Странная раскачка у лишь широка. Не стал он, Макси, все-таки стан. Нормально, нормально. Про Макси молнию и два взял диаболики. Тоже вполне себе грамотное решение, на мой взгляд. Будет ли сейчас убийство пугны? Вот что вопрос. Кинни, блинк, подкинул. Минер, взрыв. И все еще жива пугна. Пугна начинает засасывать хп. Ничего не получилось у нас у Борелов. Здесь у нас гира подбирает руны Инвиза. Здесь попадает стана у нас Ширак. Дандайн в очередной раз берет руну. Включает ультимейт. Пайп. Отхиливается. И бежит, бежит. Госток расстреливает. ДиКей. Здрасте. Тамба. У меня тоже началось в лет-шоу. Ну, здесь, скорее всего, зомби-двыпенни. Просто хотя нет, откидывает хорошо. Здесь Коттл. Живет все еще зомби. Умирает Виндрейнджер. Ушел отсюда, Андаин. Хорошая задувка по двоим. Дальше гнаться. Все еще работает. У нас тамба-зомби. Минус раз, минус два. Дабл-Кью для Зиза. Здрасте. И как с этим теперь играть? Андаин к себе дошел. Купил теперь вангвард. Как же его убивать? Боже мой. Я не знаю, например. Я бы просто уже обливал. 1400 хп. Андаин. У него там 7 армора. 50% маг резист. 30 физ резист. И плюс еще шанс блока. 75%. Ой-ой-ой. Батстолм попасть в пугнах. Это, ребят, не агоним был. Там я видел вопрос. Я только сейчас вспомнил. И тут. Батстолм. Да, я сам себе набил 3800. Андаин пока подфармливает топ. Решил не грейдить. Кстати, без стики мог бы и догрейдить. Ребен какой-то. Такую шкалу у нитворцев, что ли? Вот он. 12 тысяч нитворцев преимущества укол и 10 тысяч по экспириенсу укол. Так, здесь у нас продолжаем наблюдать катку. Лешрак пока пушит ботом себе спокойненько. Скорее даже отпушивает. Но у Лешрака ничего нет в закупе. У него счет 1-5. Это такое. Это очень плохой шрак Тинни тем временем. Закопал у нас котла где-то в лесу. Но этот, конечно, соулфрагер Тинни сейчас достаточно неплох. Он просто на кого-то прыгает, убивает. У него счет 6-1. Он собирает себе на данный момент агоним. Очень жаский. Здесь начинается пуш у нас от команды Коу по боту, судя по всему. И в размен на Т1 в топе. Да, ребят, это вторая игра. Первую игру взяли Коуэр. Так, ну и начинается, естественно, разрушение вышки. А почему бы не пойти и на ХГ, кстати? Пока тушит топ. Оп. Ну, естественно, Т2 доберется. Здесь прожимается глиф. Тут ребята попробуют как можно больше кусок отпустить от Т2 в топе. Тинни там под дабл-дэмэджем. Ну, не то чтобы крошит лицо этой вышки. Он стирает его, мягко говоря. Все-таки поменяли Т2. Неплохой сейчас размен на самом деле для Бориал. Ну и здесь ребята из Коу начинают кушать Т2 в миде. Фотал сдувает там. Нет, еще агонима. Агонима, кстати, осталось 60 грамм. Я б блевал. Да-да-да, звучало именно так, наверное. Я б блевал, ребят. А не я б блевал. Неужели это я так нечетко выговорил? Ну уж простите тогда. Спасибо, что разрешил. Фрэшо. О-о, Фрэшо. Так. Стоп, гна, будешь заплевывать сейчас бастами эту вышку. Агоним себе приобретает Коттл. Первый он жесткий. У него нет КД на ультимейте. Но он у него постоянный. Ну, потому что у Буржуев, возможно, есть время. Вот этот вопрос сейчас. Почему у СНГ комбинаторов 3-4к, а у Буржуев дофига к? Потому что у Буржуев есть время играть в доту, а у СНГ кастеров нет. В СНГ странах, в жизни сложно. Это такое. Жутко, конечно, но всё-таки такое. Здесь Баунти Хантер пошёл, раскинул трек на Лину и, в принципе, ушёл. Ну, мне всё-таки не поднять вот этот вот персонаж. Ну, блин, ну зачем? Можно же было взять кучу других персонажей. Ну да ладно. Кстати, мне что себе везёт-то? Форстаф. Я думал, это будет Ю. Странно. Ю у нас появляется у Лишрака. Ребята, я ни за кого не болею. Я сам за себя болею. И просто так болею. Так. Здесь у нас разначили разрушать мины. Ребята, купили гем. Просто уничтожают минёрские мины. Там ещё он бочку видит. Оп. Ну да, он даже на себя на пофиг, он уже принимает. У него там регена 20 штук. Он сейчас всё собирает, собирает себе вот этот вот Пимзенгард. Уйди, БКБшка Гирокоптера. Пытается тамба. Ну, ребята не должны сейчас здесь дефать. На самом деле, это один. Ну, там что-то пытается, что-то как отспамиться. Властом взрывает эту вышку. Ну и что, ребята из Коу отступят сейчас? Худя по всему, да. В тайне подобрал себе рун регенерации. Гирокоптер. Ну, Гирокоптер, пока этот Гирокоптер не внушает мне на самом деле никакого доверия, у него деможи всё-таки ещё маловато. Ребята, если нравится вам, как я комментирую, вступайте в мою группу ВКонтакте, следите за моими стримами. Просто там пабы я иногда комментирую. Ну, не комментирую, а играю, господи. Всё, начинаю сговариваться. Так, здесь у нас Лешрак. Можно, кстати, Лешрака принять. Он тут один. Упугный появляется, наконец-таки, Аганим. Сейчас будет сосалить и по полной. Так. Вот он начинает задувать. Блин, покупает дофига вардов, и наконец-таки тайне приобретает себе Аганим. Сейчас этот парень будет убивать на 223 урона, плюс ещё спеша. Будет какая-то жесть. Рун генерация активирует, кстати. Можно здесь сейчас попробовать подраться Бориалом, но если сейчас они проигрывают эту драку, то, скорее всего, для них это ГГ. Возможно, ты прав, Миша. Пока что я вижу, де-факто, что Ракер. Да, у них плюс замены. Может, это ясно-состав, кто знает. Есть Блаз, задувка. Один Крип несчастный выжил. Криптангвард покупает себе эндайинг. Начинают ломать варды. Варды, простите. Мины. Котла Гем, надо бы будет ребятам из Бориал зафокусить котла, чтобы отжать Гем. Ну, начинается банальный пуш Т-2. Ставится там Бам. Зомби просто идёт вперёд, быкует. Зомби спавнится. Поднимает Юауна с андайинга. Ставит как можно больше мин минер. Думает, что их не видно. Ха. Наивный. А будет ли это сейчас заход на ХГ? Вот в чём вопрос. Такс. Задувочка. Подхилили. Имейтов, крипов. Можно заходить. Ндайинг пока что принимает на себя весь урон. Дикей. 1700 хп. Ндайинг, поди ты ему сделай что-нибудь. Плюс ещё и Котл своими вейвами подхиливает. Котл ставит. Лоу. На мину. Заврывается Тинни. Хорошо. Гис здесь, скорее всего, умрёт. Хотя нет. Ой, господи, подхилили сразу на похоту. Почему нет? Там Пугнас насосал норм хп так упаку. КВХ умирает. Чеппинс умирает. Забирают Т3 вышка, ребята из Коул. Задувка. Высасывал каманию киканье. Высасывал к хп на киканье. Так, у меня решили по моему шоссе прокатиться наконец-то. Тритрейсер, я их всё ждал, когда же они прибудут-то. Забирают бараки в миде, ребята из Коул. А почему бы не пойти на ботом бараки? Так, сдули здесь всё-таки Пугну. Но Пугнас сейчас Ресница, у неё Батстоун. Там 17 секунд, буквально умирают. Здесь Тинни, у Тинни есть Байбэк. Расстреливают Виндрэнджер. Виндрэнджер тоже есть, кстати говоря, Байбэк. Пойдут ли сейчас вот ботом омать? Вот в чём вопрос. Такс. Фонтайн, по-моему, просто идёт уже под фонтан, ему просто плевать. Ну нет, смотрите, его закинули, убили. Всё-таки, кое-как. Ну теперь отсюда ребята из Коул должны уходить. Тинни блинг, подкинул, копал. Ну, Флай отсюда уходит, здесь начинают расстреливать. Здесь минус Тинни. ГГ пишет. Папочка пиццы. Что ж, давайте тогда сейчас будем плавно переходить на Клосс. Да, смотрим, как это сейчас упадёт. Красиво фонтан. Трон, точнее, простите. Что ж, в плане официального стрима на сегодня у нас всё. Я пока что останусь на Вейк ТВ. Ещё Клозики сами покатаем. Вся информация будет сейчас в группе Вейк и Вред ТВ.